Теперь обо всем подробнее. Отремонтировать здание ОКЦ, детское отделение в Теншинской центральной районной больнице, построить ФОК в Булаево. С такими просьбами жители региона обращались к каким области на его отчетной встрече. Все озвученные предложения Ерик Султанов пообещал выполнить. Диалог первого руководителя региона с населением можно было увидеть в прямом эфире на нашем телеканале и сайте. Моя коллега Кристина Горбаченко расскажет об изменениях, которые ждут североказахстанцев в этом году. Впервые отчет Акима области проходил в прямом эфире. Узнать, как развивается регион и принять участие в диалоге с населением, приехал министр информации и коммуникации страны Даурен Абаев. Перед тем, как ответить на вопросы североказахстанцев, глава региона рассказал о социально-экономических показателях, которых удалось добиться в ушедшем году. В 2016-м в регион привлекли почти 166 миллиардов тенге инвестиций. В доход бюджета поступило 38 миллиардов. А чтобы эти цифры были еще лучше, в области активно решают проблему простаивающих предприятий. Мы проанализировали все производства, которые есть в области и которые сегодня не работают по тем или иным причинам. Их оказалось 27. И вот в рамках этого плана мы последовательно идем к восстановлению производства. В 2017-м году планируется возобновить работу еще нескольких простаивающих предприятий с созданием дополнительно 650 новых рабочих мест. Каждым годом наш регион становится все более привлекательным в плане туризма. Акцент и на переработку сельхозпродукции. В 2016-м реализовано 20 инвестпроектов, а всего их намечено 64. Крупнейшим проектом карты является возобновление деятельности производственного комплекса «Биохим». Согласно поэтапному плану предприятие на полную мощность выйдет в первом полугодии 2018 года с созданием более 400 новых рабочих мест. Мы это производство все хорошо знаем. Он расположен в Таиншинском районе. Сегодня инвестор есть и с 1 марта он вступает в полные права и поэтапно будет вводить в первом полугодии, начнет работать мельница. И до конца года мы будем выпускать уже глютен, крахмал, а со следующего года биотанол. Перемены ждут сельское хозяйство. Планируется диферсификация растения и водства. Теперь в регионе больше будут выращивать конкурентоспособных и экспортоориентированных культур. В этом году на 40% планируется увеличить площади масленичных, более чем 2 раза зернобобовых культур. Для повышения эффективности земель сельхозназначения в ближайшие 3 года планируется довести орошение до 28 тысяч гектаров. Рост валового продукта, поголовье крупнорогатого скота, увеличение субсидий, покупка сельхозтехники. Ерик Султанов апеллировал не только сухими показателями, но и сразу давал конкретные поручения своим заместителям. В целом нам еще предстоит большая работа в сфере агропромышленного комплекса, прежде всего с учетом тех задач, которые перед нами поставил глава государства. В этой связи поручаю Сапарову Айдарбеку Сипиловичу, первому заместителю Акима в области, разработать план мероприятий по освоению орошаемых земель. Отдельный план по переработке овощей, обеспечить загрузку переработки сельскохозяйственной продукции за счет новосоздаваемых кооперативов. Адаурен Абаев рассказал, как в республике планируют реализовывать поручения президента, озвученные в послании. В рамках программы «Цифровой Казахстан» в течение двух лет высокоскоростной интернет появится больше, чем в тысячи селах, в первую очередь в перспективных. В текущем году мы приступаем к реализации проекта по покрытию волокон оптическими линиями около 1300 сел, в которых проживает более 2 миллионов человек. Этот проект мы планируем реализовать до 2020 года в рамках государства частного партнерства. Мы понимаем, что мы приведем оптоволокно, это быстрый скоростной интернет в село, но мы понимаем также, что, скорее всего, жители села этот тариф, который мы приведем в интернет, не смогут потянуть. Он будет дорогим для них. Поэтому это социальный проект, поэтому государство в рамках государства частного партнерства в том числе будет помогать селу, чтобы в селе был качественный высокий интернет, особенно в школах, в больницах и в Акиматах. Во время отчетной встречи Акима работал колл-центр. От североказахстанцев поступило всего два вопроса. Еще около 10 обращений жителей региона оставили в специальной урне. В село Шаховское в этом году выделены деньги, 362 миллиона строительства локальной сети водоснабжения Шаховское. Строительная работа завершается до конца текущего года. Все замечания и предложения Ерик Султанов пообещал решить, как и вопросы, которые североказахстанцы пришли задать лично. Жители микрорайона Береке вновь просят решить проблему теплоснабжения. Проблема связана с этим микрорайоном. У нас несколько нестабилизирован температурный гидравлический режим. Поэтому мы объявили конкурс и строим новые инженерные сети, которые идут на Береке-2. И отсюда будет в рамке этого проекта. Мы ставим перемычку и температура во всех домах будет стабилизирована. И ситуация выправится. Есильцы попросили главу региона отремонтировать дорогу от села Ильинки до Ула Миктеп. А медики Таиншинского района говорят о необходимости ремонта местной больницы. В начале года мы запланировали 29 объектов. Пока у нас 496 миллионов тенге. Мы планируем, что мы тоже доведем эту сумму до 3 миллиардов, как это было в прошлом году. Поэтому многие объекты, которые сегодня заявляются, они войдут в план. Но про ваш объект я знаю, там около 10 миллионов необходимо. Они запланированы и ваш объект будет отремонтирован. Пора ремонтировать и здание областного центра творчества детей и юношества Петропавловский. Об этом просят родители ребят, которые там занимаются. Давайте в этом году сделаем. Внесите немедленное предложение по разработке ПСД. И в этом году, в этот отопительный сезон вы получите весь ремонт. На встрече прозвучало больше 20 предложений. Еще несколько были письменными. В них жители области просили отремонтировать дворы возле многоэтажек, почистить ливневки и построить в Петропавловске современный дворец бракосочетания. В целом, североказахстанцы много говорили о положительных изменениях в регионе. Вот только в декабре месяце сдали это впервые. За 20 последних лет даже при советской власти такого строительства бума не было. Два дома, 18-квартирных двухэтажного дома сдали. Пять одноэтажных сдали за бюджет. Туда вошли все роты впервые, додали им и молодым специалистам. Колоссально. Есть большие успехи в спорте и строительстве школ, детских садов. Социальный блок очень сильно развивается. Поэтому, в общем-то, с большим удовлетворением вышли с этого отчета. И я думаю, что будет еще лучше. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.